Сегодня у нас поездка в Хаконе. Небольшой по населению город, 14 тысяч человек, расположенный на расстоянии примерно 100 километров от Токио. Вначале мы поедем скоростным поездом Шинкансен до станции Одавара. Подходит наш поезд. Открываются барьеры перона и через несколько секунд мы сядем в наш вагон. Продолжаем начатое вчера использование наших железнодорожных проездных Japan Rail Pass, стоимостью около 500 долларов каждый, рассчитанное на 14 календарных дней подряд, то есть до конца нашего пребывания в Японии. Глядя в окно, чувствуешь скорость поезда. В Хаконе еще 400 и более лет тому назад был расположен контрольно-пропускной пункт на тракте Токайдо, о котором мы расскажем в один из следующих дней. Хаконе знаменит тем, что там расположены национальный парк Фуджи Хаконе-Изу с большим количеством прекрасных природных достопримечательностей, интересные музеи, неожиданные в этом периферийном районе, большое количество отелей и минеральные источники. Сюда приезжают лечиться, отдыхать и просто на экскурсии, как мы, около 20 миллионов человек в год. На станции Адавара пересаживаемся со скоростного на местный поезд, которым нам нужно проехать 13 минут до станции Хаконе-Юмото. Вышли на станции Хаконе-Юмото. Приехали оттуда. Здесь мы пересаживаемся на горный поезд. Идет дождь из-под навеса станционного. Снимаем красоты окружающего места. Это местный поезд, на котором мы сюда приехали. Небось, отель какой-то. Водопадик. А вот таким поездом мы едем теперь дальше. Как говорится, в горы. Поезд из трех вагончиков всего. Даже на этой станции местного значения японцы, как и везде, построились в очереди у знаков на перроне, обозначающих положение дверей вагонов. А вот и нам подают такой поезд. Дорога однопутная. А разъезды со встречными поездами происходят на остановках, где пути раздваиваются. В некоторых местах поезд заходит в тупик, а затем переходит на следующую часть пути, двигаясь как бы в обратном направлении, но далее в гору. Аналогичная процедура при спуске. Через 25 минут пути делаем промежуточную остановку на станции Мияно-Шита, чтобы увидеть здесь то, что Максим запланировал посмотреть. Поезд душел, а мы остались одни на горе, в тумане. Набредаем на кафе, где заказав еду, можно бесплатно погреть ноги в горячей минеральной воде. Хозяин, увидев в нас возможных первых на сегодня клиентов, поспешил начать уборку в ванной для ног. Но мы разочаровали хозяина и пошли дальше. Подошли к старому, а потому очень популярному отелю под названием Фуджита. Этот отель был построен в 1878 году, но гостиница на этом месте была где-то с 1600-х годов. А так в те времена организовывались экскурсии для туристов. Красиво! Плыли на мой голос. Соображают звери. Вход в отель свободный. Видимо рассчитывают, что нам здесь понравится и мы тут остановимся. Вход в отель свободный. Церковь при отеле. После этого Максим повел меня в известную в этом месте булочную. Здесь он купил что-то перекусить. Тут я решился наконец снять процесс общения продавцов с клиентами, характерный для Японии. У клиента берут деньги или кредитную карточку обязательно двумя руками. Пересчет денег ведется перед глазами клиента. И точно так же двумя руками возвращают сдачу, карточку и товарный чек, демонстрируя тем самым уважение к клиенту. Все это сопровождается уважительной позой и улыбкой, а также ритуальными словами благодарности. И так было, насколько я помню, практически во всех кассах, магазинах и ресторанах. Это съемка с порога булочной. Вернулись на станцию Мияна-Шита. Едем дальше вверх. Следующая наша остановка Чукоку-Куно-Мори. Здесь мы вышли, чтобы посмотреть музей на открытом воздухе. Приехали две станции вверх. Попали в другой городок. По дороге, с удивлением, увидели афишу выставки Марка Шагала. Подошли к музею на открытом воздухе. Уже у входа подвижная скульптура. Первая скульптура при входе. Главный вход в музей. Главный вход в музей. Это сооружение называется «Мое отверстие в небо». Это две будки, входы в подземный туннель. В средней части туннеля из вилистой формы есть круглая камера с отверстием в куполе, через которое и видно то самое небо. Ряд квадратных рамок разного цвета, но одинаковых по размеру. Впрочем, это зависит от точки зрения. Апрельская спираль в тумане. Огромная сеть для детских игр. Можно забраться внутрь сети. Это называется «Замок сетей», так как напоминает перевернутый замок. Скульптура на воде и вполне натуральные рыбы. Лабиринт в виде звезды. Туда можно зайти и походить. Называется «Сад звезд». А в хорошую погоду эта груда тел выглядит так. Я бы назвал это «Отклоненное ветром». Мисс Блэк Пауэр, то есть мисс Черная Сила. Эта скульпторша расставила подобные произведения по всему миру. Это сооружение носит название «Криволинейное пространство». Не страдающие клаустрофобией могут поползать внутри. Башня, стены которой представляют собой витражи. Витражи башни изнутри. Ножные ванны для нуждающихся в лечении или расслаблении. Горячие источники. В одном из закрытых павильонов сада. После сада зашли пообедать в запланированное место. Слышим постоянно повторяемое «Ирасшаймасе», «Ирасшаймасе». Употребляется, как наше добро пожаловать. Но означает глубокое уважение к клиенту и возвышение его относительно говорящего эти слова. Подобно русскому «Ваш покорный слуга». Снова возвращаемся к поезду. И теперь едем до конечной станции – гора. Здесь мы пересядем на фуникулёр, чтобы подняться ещё выше. Кабина фуникулёра. Один из пассажиров, явно не местный. Этот фуникулёр открыт в 1922 году и модернизирован в 1995 году. Длина пути – 1200 метров. Высота подъёма – 214 метров. Время поездки – 9 минут. Проезжаем несколько остановок и едем до конечной под названием «Соунзан». 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 «Приветствуем!» «Соунзан» «Соунзан» «Подобный час». «Кlines core. Выйдя из фуникулера пересаживаемся на подвесную канатную дорогу. Едем над облаками в кратер вулкана, который взорвался около 3000 лет тому назад. Окружающие горы высотой около 1400 метров и более. Все это более молодые вулканы, возникшие в кратере огромного древнего вулкана. Этот кратер размерами 13 на 7 километров и является вместилищем большей части города Хаконы и его достопримечательностей. Видим, что кабина висит на двух тросах, тянущих ее в направлении движения. Обратные ветви тросов используются для движения кабин в противоположном направлении. Такая схема была разработана совсем недавно и сразу же была внедрена здесь. В молодых кратерах есть много фумарол, из которых выходит смесь гидрата и сульфата серы. Есть также много выходов горячей минеральной воды. В прошлом здесь часто случались оползни, в том числе с катастрофическими последствиями. В настоящее время постоянно ведутся работы по укреплению склонов, камнями, бетоном, сваями и тому подобное. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь поставили свои ботинки. Субтитры создавал DimaTorzok Натеки серы, а там кипящая вода из-под земли. Чтобы туристы не напрягались, поднимаясь под глиня к горячим источникам, вода из них подводится по трубам в удобное для наблюдения место. А здесь продают яйца, которые спекли в этой воде. У них черная кожура получается. Всего по доллару штука примерно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вернулись на станцию подвесной канатной дороги. А вот оттуда мы спустились только что. Садимся на канатную дорогу, которая доставит нас к озеру Ашиноко. Субтитры создавал DimaTorzok Приближаемся к озеру Ашиноко, или кратко Аши, которая расположена между кальдерой древнего вулкана и молодыми вулканами, возникшими в центре древнего кратера. Проехав канатной дорогой над массивом молодых вулканов, выходим на конечной станции и идем на причал, откуда нам предстоит совершить 40-минутный переход по озеру. Пароходики оформлены, как пиратские корабли прошлого. К нашему прибытию с гор опустилась волна густого тумана. Туман наползает. Это другой, на который мы пойдем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И здесь слышно речь на иврите. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 или шелки тушью или натуральными красками в музее есть комната для наслаждения прекрасным видом на озеро ашиноко и фуджияму раз уж речь зашла об искусстве скажем несколько слов о других музеях которые заметим никак не связаны с японией так здесь находится единственный в мире музей маленького принца героя новеллы французского летчика и писателя антуана сент-экзюпери опубликованный в 1943 году все здания музея выполнены в французском стиле в музее выставлены скульптуры героев новеллы маленький принц повторяющие иллюстрации к книге которые как известно выполнены самим сент-экзюпери маленький принц удав проглотивший слона в разрезе король астероида б-612 планета с одним фонарем и фонарщиком отдельно фонарщик географ бизнесмен церковь повторяющая маленькую капеллу в селении где сент-экзюпери провел свое детство другой неожиданный в этом месте музей посвящен работам ренела лик известного ювелира он работал в стиле арт-нуво и арт-деко позже он стал основоположником совершенно нового направления декоративных работ из литого стекла последний период жизни он уделял много внимания декорированию интерьеров и архитектуры фонтан из стекла его работы на выставке арт-деко экспо в 1925 году стеклянные панели вагона в восточный экспресс один из которых находится именно в этом музее в хаконы интерьеры океанского лайнера нормандия стеклянные панели над входом в музей украшения на радиаторах эксклюзивных автомобилей бугатти пришли в мото хаконы причал автобусная станция здесь садимся на автобус и возвращаемся в хаконы юмото затем местным поездом возвращаемся в адавара и переходим на станцию поездов шинкансен обращаю внимание на интервал между поездами шинкансен длина перрона у нас соответствует 16 вагонов поезда шинкансен проходит поезд который не останавливается на этой станции лишь сбавляет скорость отойди чтоб я повернулся ох и не успел это наш поезд ларек с надписью бейгелы нью-йоркского стиля сегодня мы решили поужинать как многие японцы едущие с работы а именно комплектом готовой еды которые покупают на станции и съедают в поезде а